Ядерное оружие России – это бумажный тигр. Ядерное оружие России вместе со средствами доставки сейчас, видимо, первое в мире. Но американское практически такое же, и спорить на долю процента, у кого чуть больше боеголов, а у кого чуть лучше ракеты, бессмысленно. В любом случае, эти две страны вместе имеют практически полный паритет. Да, при этом у США есть союзниками Англии и Франции, но там не тысячи зарядов, а сотни. А у России есть союзниками Китай, но там тоже сотни зарядов. Возможно, там не все учтены, может быть, там есть первая тысяча, но скорее все-таки сотни. В результате чего получается, что в условиях ядерной войны это, безусловно, конфликт России и США. Все остальные в этой ситуации играют вторую, третью, второстепенную роль. Да, понятно, что 200 ракет – это довольно много, даже для второстепенной роли. Но, тем не менее, 200 ракет плохо коррелируют с пятью тысячами. Что здесь можно сказать? Да, можно назвать российское ядерное оружие бумажным тигром. Но при этом нужно иметь в виду, что использовать это оружие Россия может. Да, она вряд ли имеет такое желание. Да, мы в свое время сами настаивали на кучу формулировок, что нет большего военного преступления, чем использование ядерного оружия. Но нужно иметь в виду, что после использования ядерного оружия некому будет привлекать к ответственности, и, скорее всего, в общем, некого. Это не означает, что погибнет человечество. В действительности мы все время пользуемся статистикой, сделанной в 60-е годы, когда на Земле людей было значительно меньше. Было две сверхдержавы, готовых на использование оружия в самом широком масштабе, и была концепция глобального похолодания, в смысле ядерной земли. Правда, это уже ближе к 80-м, но в 60-е об этом тоже уже начинали думать. На тот момент времени была точка зрения, что ядерная война уничтожит человечество. Так вот, сейчас такой точки зрения нет. Существуют сделанные расчеты, собственно, впервые их сделал в 69-м году нам всем прекрасно известный Канн, создатель теории сценирования. С тех пор это дело продолжали, проверяли, уточняли. Но, в общем и целом, схемы расчетов Канн особо сомнений не подвергаются. Количество боеголовок с тех пор не увеличилось, а уменьшилось. Отсюда делается вывод, что в случае начала ядерной войны, непосредственно от ядерного оружия, прямых и косвенных эффектов его использования, погибнет около миллиарда человек. И где-то около двух миллиардов погибнет впоследствии от голода и разрушения экологических систем. Еще можно сделать вывод, что приблизительно половина людей на земле останется. Правда, вряд ли это будут люди в развитых странах, вряд ли это будут европейцы, русские, американцы или японцы, или корейцы, или китайцы. Но надо иметь в виду, что территории велики, и людей на них много. К чему я это говорю? А к тому, что нужно четко понять ситуацию. Ядерная война сейчас не уничтожение человечества. Но ядерная война без вариантов уничтожит любые существующие институциональные решения. Вот то, что она уничтожит существующие институты, рынок, торговлю, государство нам известное, и приведет ситуацию к классическим темным векам в греческом смысле этого слова, вот это совершенно точно. А что для нашего уважаемого генерального сега должна означать простую вещь? Русское ядерное оружие, безусловно, бумажный тигр. Но его использование приведет к уничтожению НАТО. Да, вместе с Россией. Но, тем не менее, вряд ли ситуация, которая эту войну приблизила, а вступление в НАТО, Финляндия и Швеция, и угроза вступления в НАТО, Украина, ядерную войну, безусловно, значительно приблизила. Вряд ли это можно считать успехом НАТО. И вряд ли можно считать, что после этого ситуация для НАТО стала более безопасной. Она стала значительно более опасной для НАТО. И вот тут мне хочется произнести следующую фразу. Да, я согласен. Ядерное оружие России во многом бумажный тигр. Да, я согласен. Нужно очень постараться, чтобы это оружие было использовано. Но вот такой вопрос. А статья НАТО о коллективной самообороне – это не бумажный тигр? А если у НАТО будет перспектива, оно бы не обращает внимания на действия России, скажем, в Финляндии или в Прибалтике, либо получает в качестве ответа полноценную, полномасштабную ядерную войну, как руководство НАТО и сам генеральный секретарь в этой ситуации будет действовать? И это вопрос для меня очень интересный. И я предлагаю считать, что либо у нас и то, и другое реальность, и 5-я статья устава НАТО и российское ядерное оружие, или уж давайте считать, что и то, и другое бумажный тигр. Субтитры создавал DimaTorzok